Привет! Это видео о том, как сделать текстуру ткани в Blender процедурным образом, чтобы это можно было применять на разные объекты и не надо было ничего разворачивать. Ну, конечно же, в этого есть и свои компромиссы определенные, но тем не менее, как сделать процедурную ткань, чтобы она смотрелась реалистично, хорошо и ею можно было удобно пользоваться. Для начала я сделаю вот такую вот заготовку, это просто симуляция ткани, я думаю, вы знаете, как это сделать, если вы уже для себя нашли текстуру для этой ткани, поэтому просто быстро покажу, что для света я использовал обычную HDRI-карту и добавил Point Light рядышком, просто чтобы он мне подсвечивал один край. Так, что мы делаем дальше? Давайте начнем делать нашу текстуру, с чего мы начнем. Выделяем данную вещь и давайте начнем с базовых настроек Principle PSDF. Что нам здесь нужно? Рафность нам надо поднять где-то до 0,08 плюс-минус и затем можно шин выкрутить на максимум, это достаточно характерная настройка для таких материалов, как ткань. Вот я не знаю, можно ли сейчас будет здесь это увидеть, но на белом плохо это видно, но тут есть характерные ткани отражения, появляются с этой настройкой. Их пока сложно увидеть на белой ткани. Что мы делаем далее? Далее давайте перейдем в материал превью и будем потихоньку заниматься нашей текстурой. Значит, так как мы делаем универсальную текстуру, она будет, скажем таки, сама по себе, по виду, достаточно универсальной. Давайте сделаем wave texture, добавим вараной texture, ctrl-t, появляется вот данная штука, данная связка нодов, она появляется с помощью аддона node wrangler. Затем добавим color ramp, вот так вот, и mix rgb, оттянем это все дело в сторону, немножко тут приподниму, и нам надо, давайте вот соединим эту всю историю, собственно, фактор к вектору. Так, вараной, все верно. Потом distance, точнее color к фактору сюда, и color вот сюда. Пока что ctrl-shift, левая кнопка мыши, нажму, чтобы просто смотреть превью. Так, да, и включу, конечно же, screencast case. Так, все, теперь это все дело видно. Вот тут мы смотрим превью того, что у нас есть. Что мы делаем далее? Тут я переключаюсь на камеру, вектор на камеру, переключаю просто, чтобы вот эти полоски, они были равномерными. У этого есть свой нюанс, то, что они смотрят прямо к камере постоянно, но если вы это используете на какой-то кофте, там, или футболке, оно в голоса не бросается, но при этом, если мы вот делаем обычный generated, то вот возникают вот такие вот вещи, которые нам совсем не нужны, чтобы не использовать... А я сказал то, что мы не будем использовать как бы развертку, поэтому подключаем камеру вот сюда. Сейчас это все там доделается, и оно не будет бросаться в глаза. Что мы делаем далее? Далее мы настраиваем, собственно, наши вот эти все параметры. Тут distortion включим на двоечку, details на 0.2. Тут 1, ну и по нулям. Затем здесь smooth f1, scale на 6. Ну и вот это все так и остается, в принципе. Вот тут нам надо немножко настроить наши линии за счет вот этих вот ползунков в color ramp. Я думаю, что вы видите, как оно и что меняется. Просто можете за мной повторить, я просто хочу сделать эти крайни чуть более четкими. Затем дублирую эту историю. И затем здесь выставляю y. Выставляю y. Подключаю сюда. Подключаю. Тоже камера. Добавлю value. И value к scale подключаю. И ставлю пока что 5. Вот видим то, что у нас уже какая-никакая она текстура, такая более напоминающая ткань появилась. Данные процедуры вот мы проводили с wave texture, чтобы полосы были не просто ровными, а слегка вот такими волнистыми, как в настоящей что ли текстуре. А то, что сейчас нет каких-либо отчетливых объемов, это все компенсируется, собственно, тенью от самого объекта. Поэтому давайте продолжать это все дело. Так, что мы делаем далее? Далее нам нужен еще один color ramp. Давайте shift-d сюда. Чтобы задавать цвет нашему, ну вот нашей текстуре. И получается, что центральная часть у нас должна быть темнее, чтобы было ощущение какого-то такого вот объема. Как будто бы там есть какая-то глубина. Вот поэтому вот так вот черные точки, они будут поменьше, конечно же. Я думаю, где-то вот так. И будет создаваться впечатление, как будто бы там какие-то просветы, там темнота, в общем. Что мы делаем далее? Далее мы дублируем mix, чтобы добавить характерные нюансы, которые свойственны одежде. Они выглядят вот следующим образом. То есть, если мы откроем какой-то reference, мы увидим то, что тут местами есть какие-то такие легкие, тоже черные что ли, пятна. Пятна или вот здесь какие-то белые точки. То есть, она не однородная, эта поверхность. Поэтому давайте сделаем то же самое. Добавим mass grave в текстуру. Добавим color ramp. И подключаем высоту сюда. Цвет сюда. А тут нам надо теперь настроить mass grave. Пока что вот так вот сделаем. Так, вот так вот. Чтобы разлететь немножко это все. Я scale ставлю h на 500. Вот вы уже видите то, что есть какие-то точки такие, которые добавляют что-то интересное. Ставлю тут на 5 детали. Все остальное оставляю по 2 штуки. И я не хочу, чтобы у меня прям это были прям такие белые пятна. Я хочу, чтобы они были чуть-чуть посерее. Чуть менее заметные. Где-то вот так вот. Давайте их уменьшим. Количество. Ну, в принципе, вот пока что такого хватит. Так. Что далее? Здесь мы сделаем add. Вот, add. И потом нам надо добавить bump. То есть надо сделать объем этой текстуры. Давайте bump. Нормалку подключаем. Затем я еще раз его продублирую. Еще раз продублирую. Сейчас объясню зачем. И, собственно, вот тут у нас есть данная нода. Ее мы подключаем к высоте первого бампа. Давайте посмотрим, что получается при рендере. Так. Ctrl-Shift-T на Principle BSDF. Тут я подключу. Смотрим. Выдавливание, вот насколько я вижу, есть. И сама текстура ощущается достаточно тканевой. Так. Что насчет наших белых точек? Они тоже присутствуют. Вот там они есть. Так. Затем. 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 Тут можно цвет, в принципе, поправить. Сделать его чуть-чуть потемнее. Ну, и при этом теперь точки надо тоже немножечко потемнее, чтобы они не были такими прям выпирающими. Чуть посветлее. Вот. Я думаю, что-то такое. Пока что что-то такое. Что мы делаем далее? Так. Сохраняется. Все. Сохранилось. Далее мы добавляем noise текстуру, чтобы немножко добавить больше таких помятостей, что ли на поверхность, чтобы она казалась чуть более живой, как будто ей уже пользовались этой тканью. поэтому мы добавляем noise текстуру, color, ramp, дублируем mix RGB и подкручиваем к высоте, подключаем точнее, к высоте вот здесь вот. Ставим сразу mix. Не забываем сохранять это все дело. У меня почему-то обновляется без конца эта текстура, но ладно. так, color сюда, и затем factor у нас к фактору идет. Так, factor к фактору. И можно поставить scale 30, затем детали 5, вот вы уже, я думаю, заметили, что тут есть вот определенные такие помятости, roughness 0.7, и тут, давайте, чтобы оно так сильно не выпирало, сделаем чуть-чуть по серее вместо черного. Вот, давайте я вам сейчас более наглядно покажу. Так. Точнее, оно вовнутрь будет уходить. Это же черный. Так, ну, и вот мы к белому подтянули, оно опять выровнялось, и давайте немножко назад. И когда мы будем двигать вот этот ползунок, скажем так, тем слабее будут вот эти, что ли, выпирания. Ну, мне, по крайней мере, было так удобно сделать, поэтому я сделал именно таким образом. Давайте вот тут посмотрим. Вот тут, я думаю, будет более наглядно. Вот, со стороны оно кажется, как будто бы слегка каменным. Так. Да, нам немножко не это нужно, поэтому тут у нас силу подуменьшить. Подуменьшить. Так, ну-ка. Теперь вот сюда. У меня такая вот небольшая, тоненькая настройка вот этого всего. Смотрю, что здесь. Так. Ну-ка, давайте Ctrl-Shift и сюда. Ну, крафтность можно поменьше, в принципе, поставить чуть-чуть. Так, смотрим. Да, есть у нас вот эти вот помятости, но их надо теперь послабее сделать. Вытаскиваю только ко второму цвету. Вот так вот. Я думаю, что вот такой вот плюс-минус легкие такие помятости, они более приемлемы для меня. Да. Ну, теперь у нас вот эта история есть. И, по сути, по сути, текстура-то, она и готова. То есть, если мы приблизимся, мы увидим, что она смотрится так очень тканево. Я не стал добавлять какие-то штуки из партиклов, типа там ворсинок маленьких, потому что, ну, речь шла только о текстуре, не о партиклах. Но если вы добавите, это будет добавлять еще большую реалистичность, что ли, этой текстуре. Вот. И почему я назвал эту текстуру универсальной? Потому что она, если ее применить на любой объект, она будет смотреться, то есть, одинаково хорошо. Вот. Из-за тех настроек, которые у нее здесь, собственно, есть. И, опять же-таки, это еще не все. Почему она универсальная? Если мы будем дергать вот это значение value, это даст нам три разных текстуры ткани. То есть, я думаю, что все мы видели вот какую-то такую текстуру ткани, как, например, для кофты. Давайте даже чуть-чуть поменьше сделаем. Вот, например, 4. И вот, например, у нас какая-то, не знаю, зеленая кофта. То есть, мы понимаем, что там вот эти глубинки, они будут такие темно-темно-зеленые. Такие вот. Что-то типа такого вот. Ну и вот это. Не знаю, ну все, слишком насыщенно получилось. Давайте. Давайте вот так вот. Ой, куда-то улетело. Ну, в общем, вот, я думаю, что вот вы видите здесь, собственно, кофту. Ну, и мы можем таким же образом регулировать наши точки, которые здесь появляются. Вот, по идее, их сейчас должно быть, да, вот их больше стало. Ну, вот, допустим, вот так, да. То есть, все мы видели такую текстуру для кофты. И потом, если у нас есть какая-то футболка, мы можем просто увеличить это значение там до, не знаю, до 9, да. Ну, 9, наверное, это много. Давайте до 7. Нет, 7 это мало уже. До 8 хват. И вот все мы видели вот такую же футболку, которая вот, если посмотреть, то смотрится достаточно такой мелкой текстурой, которая, ну, более свойственна каким-то футболкам условным, да. Или, может, штанам, не знаю. Может, что-то такое вот уменьшу. Вот это значение так немножко зеленое уведу. Ну и вот. Поэтому это уже второе применение для этой текстуры. Там что-то, футболка какая-то, да. А, например, можно еще поставить вообще самое маленькое значение. Там 2, например. Вот маленькое. И это уже какое-то полотенце. То есть, если мы сделаем, например, так вот так вот синим. Вот тут, например, мы сделаем белым. Чуть-чуть подергаем, да. Вот, я думаю, что теперь все могут здесь узнать какое-то полотенце, условно кухонное. Вот, опять же-таки, вот так можно еще чуть-чуть додвинуть, и будет еще лучше. Вот, и за счет того, что мы настроили вот эту текстуру именно таким образом, у нас создаются такие маленькие полосочки, которые как бы имитируют ворсинки именно внутри. То есть, переплетения все вот эти. То есть, у нас есть какой-то определенный узор для всего вот этого. И, собственно, таким образом вы можете делать текстуру. Для ткани. Ну, вот так посмотреть тоже очень симпатично. Вот. На этом у меня, в принципе, все. Сейчас я работаю над более комплексными вещами, которые могут заинтересовать людей, собственно, на моем канале. И поэтому я думаю, что в ближайшее время будут выходить пока вот такие простенькие маленькие туториалы. Вот. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, заходите в нашу группу. Она есть в закрепленных ссылках на моем канале. Там уже есть люди, там люди общаются. И, собственно, мы помогаем друг другу. На этом у меня все. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok